Ролики Пучкова были ужасны. Лживые, кровожадные, заносчивые. Весь мир за пределами России изображался дегенеративным, глупым, коварным. Я принялся наблюдать за человеком, сидящим рядом со мной. Он ел, пил и с удовольствием поглощал ролики Гоблина. Многие в пивной тоже читали тупичок, и никто не проявлял ни малейших признаков отвращения. Это была их ежедневная духовная пища, привычная, как пиво. Ни Эрих, ни Мария, ни Ремарк. Ночь в Петербурге. Так, Вестник Бури задает вопрос в чате. Насколько далеко Гоблину нужно зайти в своей контрреволюционной хранительско-фашистской риторике, чтобы Клим Саныч наконец перестал выгораживать его публично? Может быть, уже хватит пытаться усидеть на нескольких стульях? Многие из нас, учитывая опыт предыдущих десятилетий, считали, что если фашизм в России возродится, то его будут представлять какие-нибудь прямые фанаты Муссолини и Гитлера, которые начнут славить ультраправый экстремизм открыто, как когда-то делал, например, Дугин или скинхеды 90-х нулевых годов. Они будут вскидывать руки в римских приветствиях, носить соответствующие символы, руны, выступать на открыто антикоммунистических и антисоветских позициях. Но что если фашизм возможен под маской советского патриотизма и даже с открыто антифашистской риторикой? Нет, но этого не может быть, скажут многие, ведь Советский Союз положил 27 миллионов жизней в борьбе с фашизмом, и левые всегда традиционно были антифашистами. Но жизнь показывает, что такое вполне себе может случиться, и Дим Юрьевич Пучков нам хорошо это демонстрирует. Если года полтора назад Гоблина можно было отнести к красным путинистам, то нынче страшный коричневый недуг увел Дим Юрьевича далеко вправо. В общем-то, еще в 90-е годы так называемые красно-коричневые давали всем понять, что ультраправая повестка под левыми символами вполне себе может быть. Правда, тогда полубезумные детки, которые валом повалили в организации типа Трудовой России, РКРП или ВКПБ Нины Андреевой с криками типа «бей же за святую Русь и советскую власть», все они воспринимались скорее как фрики, маргиналы и вообще как отклонения от нормы. Однако они были. Более того, примечательно, что небезызвестный Александр Дугин в 1997 году вовсю открыто и без купюр выступал за русский фашизм, и несложно найти соответствующие материалы в сети, и в то же время посмотрите на его выступление на съезде Трудовой России. О чудо! Это просто критика КПРФ слева, прославление социализма, марксистская риторика. Существует предательская социал-демократическая фракция КПРФ, которая сдает позиции социализма, позиции труда и отстания у интересов людей труда. И это на самом деле трагедия, это люди, которые по большому счету стали опорой власти, которые постепенно выпуская пар, на самом деле и руководствуют с разработками русско-американского университета господина Подберезкина, фактически сводят на нет постепенно и оппозиционные силы, обманывают людей, обманывают электорат. Я считаю, что эти люди становятся просто врагами социализма, врагами нашего будущего. И я очень рад, что наконец-то очень в правильном и в блестящем, на мой взгляд, полисе концентрируется и заявляет о своей жесткой, непримиримой, последовательной, логичной, блистательно интеллектуально выверенной позиции, с силой настоящих коммунистов, красных, нерозовых, нерозовых, русско-американских, под эгидой трудовой России и Виктор Ивановича Ампилова. Я полагаю, что мы присутствуем на историческом съезде, на историческом событии. Наконец-то, настоящая, непримиримая, истинная оппозиция, истинно-революционная сила конституирует и утверждает себя в качестве полноправного политического субъекта нашей истории. Это очень серьезная вещь. Какой же красавчик этот Александр Гельч-Дугин. Как много он сделал для левого движения. Посмотрите, какие он фразы выдает, а? Просто красота. В общем, фашизм под красной маской, покрытый даже вполне себе про-советской риторикой, возможен. Но вернемся к Гоблину. Когда я задал Климу Санычу вопрос о Диме Юрьевиче ребром, а это действительно был я, тут никаких фейков, то Жуков в прямом эфире четыре с лишним минуты оправдывал своего друга. Мол, тот просто левый охранитель, но не фашист ни разу. Во-первых, я не очень понимаю, где фашистская риторика у Гоблина, потому что если бы была фашистская риторика у Гоблина, я бы просто с таким человеком не общался. Для меня это вполне достаточные основания, чтобы прервать всякое вообще общение. Если вот есть фашистская риторика у Гоблина, покажите мне на нее пальцы, мне просто интересно посмотреть. Мы общаемся 20 лет плотно и постоянно, я не знаю, ни грамма фашистской риторики у него. У него, безусловно, есть, ну, наверное, так ее можно определить, левоохранительская риторика, потому что он однозначно не правый. А еще Дим Юрьевич столько сделал для левого движения. И вообще, хотеть стабильности – это хорошо, а кто желает дестабилизации, тот не с нами. И, конечно, Дмитрий Юрьевич, как взрослый человек, он хочет, чтобы как можно дольше хотя бы видимость порядка сохранялась, не сменившись опять хаосом. Если что, он говорит это, повторяют третий раз. Четверть века не меняет даже формулировок. Если вдруг вы только что обнаружили его такого рода риторику и думали, что раньше она была другая, я вас поздравляю, она была одинаковая всегда. И если вы не согласны с этой риторикой по сути, то есть вы хотите, чтобы все развалилось и погрузилось в хаос, то я вас поздравляю, опять же, еще раз, да, мы с вами не в одной лодке. Я тоже, как и Пучков, не хочу, чтобы все свалилось в какой-то хаос, кровавую кашу и ужас. Мне это тоже очень сильно не хочется. В этом отношении я точно такой же охранитель. Эх, как же похорошел марксистский дискурс при Собянине. Ну, что ж, давайте поможем Климу Санычу найти фашизм у Дим Юрича. Хотелось бы сразу сказать вот что. Сегодня мы будем говорить о Гоблине, но в целом проблема фашизации под Красной Маской, она гораздо шире, чем просто Дим Юричи мучения свиней. И эта проблема лично меня очень серьезно беспокоит. Потому просьба воспринять это не как очередной блогерский срач, а как раскрытие на отдельном примере крайне опасного и пагубного для страны и общества явления. В общем-то, где-то Дементий несет своих свиней, а мы поехали. Ну а прежде чем мы перейдем к главному, настоятельно рекомендую подписаться на ресурсы Вестника Бури в социальных сетях, где публикуется масса материалов помимо роликов. Прокуратура уже пробовала заблокировать наш паблик ВКонтакте, с которого 8,5 лет назад начался Вестник Бури, поначалу как текстовое издание. К подписчикам из Германии особое внимание. Скоро я проведу встречу подписчиков на западе немецких земель в Саарбрюкене. Для немецких активистов и просто людей, зараженных левой идеей, будет мероприятие 31 марта. А 1 апреля пройдет встреча с русскоязычными подписчиками. Буду рад увидеть всех вас. Информация о мероприятиях будет в описании к этому ролику. Также новости музыкального характера. Уже совсем скоро в марте у моего музыкального проекта Биг Берри выходит мини-альбом в жанре трэп-метал под названием «Страна Макрония». Ну а сингл с него под названием «Алло Макрон», рассказывающий о, мягко говоря, специфических условиях жизни в пригородах Парижа, уже доступен на музыкальных площадках. Фрагмент клипа на эту песню будет в качестве музыкального номера в конце нашего видео, а полностью клип можно найти на нашем канале и по ссылкам на экране и в описании. Короче, трясите головами, устраивайте слэм по квартире, ну а мы переходим к главному, к Дим Юрьевичу Пучкову, который не просто скатился в пучину фашизма, но и превратился, по моему личному глубокому убеждению, в натурального малолетнего, ну или многолетнего дебила. То есть в тот самый типаж, который годами и высмеивал. И давайте начнем с простого. А что такое, в принципе, фашизм? Вообще говоря, отечественные и западные политологи уже долгие десятилетия спорят о сущности и признаках фашизма. Английский ученый Роджер Гриффин рассматривал фашизм как своеобразную революционную концепцию национального возрождения на базе ультранационализма. Если исходить из трудов Гриффина, то происходящее в современной России явно не подходит под классический фашизм, но вполне подходит под определение парафашистской системы, которая при некоторых сходствах с фашистской не опирается на массовое участие народа в политике, а напротив стремится погасить народную инициативу. Английский же ученый Роберт Соуси выделил в качестве базовых признаков фашизма антимарксизм, агрессивный национализм, презрение к избирательной демократии, политическому и культурному либерализму, веру в естественную социальную иерархию и правление элит, тоталитарные амбиции, принцип вождизма, стремление создать нового человека, подчинение личных интересов индивида общественным, прославление молодежи, насилие, поиск врагов, популизм, революционную риторику, стремление к империалистическим захватам. Как видите, многое, но отнюдь не все из этого подходит под российские реалии. В свою очередь итальянский писатель Умберто Эко выделил 14 крайне спорных признаков фашизма, которые вы видите на экране. При этом Эко отметил, что если в государстве имеются в наличии 6-7 признаков, то оно близко к фашизму. Но, в общем-то, можете посудить сами, насколько с точки зрения Эко мы близки к фашизму. В свою очередь исследователь Роджер Итуэлл обозначил фашистскую идеологию следующим образом. Фашизм — это синкретическая, утопическая идеология, которая объединяет три группы идей. Первое — достижение национального единства, чтобы выстоять перед внутренними и внешними угрозами. Хотя их геополитические воззрения не обязательно предполагают расширение территории. Второе — необходимость создания новой динамичной элиты, которая создаст нового воинственного человека, подчинившего свои интересы общественным, лишенного буржуазного индивидуализма. Третье — создание авторитарного государства, отвергающего капиталистический и коммунистические варианты развития и избравшего третий путь, где решающую роль играет правительство, но не народ. А вот итальянский исследователь Александр де Грант выделяет следующие черты фашизма. Это культ лидера, олицетворяющего сущность нации или расы, однопартийная система, государственный контроль над средствами массовой информации, пропагандой, организацией досугой и профессиональной деятельностью граждан, ликвидация профсоюзов, государственное регулирование экономики при сохранении частной собственности, мобилизация общества на войну против внутренних и внешних врагов. И это только вот такие мейнстримовые современные точки зрения, которые постоянно критикуются, подвергаются пересмотру. Ну, в общем, дискуссия о фашизме на коварном Западе до сих пор еще продолжается. С точки зрения одних концепций Россия очень близка к фашизму. С точки зрения других — ну, не очень. А с точки зрения третьих Россия является этаким парафашистским государственным режимом. И в зависимости от выбранной концепции Гоблин будет либо фашистом, либо парафашистом, либо в любом случае довольно радикальным правом. Но сегодня я поступлю более элегантно и в качестве отправной точки возьму то определение фашизма, которое педалирует, продвигает сам Гоблин. Это определение фашизма по Димитрову. Определение фашизма по Димитрову не раз подвергалось критике, как, в общем-то, и другие определения фашизма. Но, коль Дим Юрьевич и его компания всячески его продвигают, то я, так уж и быть, поддержу. Тем более, что исходя именно из этого определения, Гоблин является самым настоящим фашистом. Фашизм — это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала. Фашизм — это не надклассовая власть, и не власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм — это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике — это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов. Георгий Димитров Ага. Ну что ж, очень толковое письмо. Если исходить из данного определения, то Россия последних десятилетий и в особенности последних лет является собой пример фашизирующегося государства. Об этом говорил, кстати, и отлученный от церкви имени Демьюрича Борис Юлин, и вхожий в сию обитель Климжуков. Сам местно чтимый святой в лице гоблина, правда, старается на таких вещах внимания не акцентировать. Ну, типа, фашизм, он где-то там, а у нас — страна возможностей. Сегодня Россия — однозначно страна возможностей. Но, как бы то ни было, основой российской экономики и силой, которая непосредственно влияет на политические расклады в стране, является финансовый капитал в виде сросшегося промышленного капитала, преимущественно в добывающей сфере, и капитала банковского. Про то, как связаны внутренняя и внешняя политика России с интересами сырьевых корпораций, как квази-государственных, так и частных, мы уже выпустили не одно видео. Смотрите, есть что по ссылкам в описании. Собственно, из связки финансового капитала и власти вытекают и империалистические амбиции российского правящего класса. Подробнее обязательно посмотрите в выпуске про российский империализм. Экспансия «Газпрома», «Лукойла», «Роснефти», «Алмазодобывающих» компаний и далее по списку в Азии и Африке привела, с одной стороны, к образованию и развитию частных военных компаний, самое известное, понятное дело, ЧВК Вагнера, а с другой стороны, к усилению позиций тех самых наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала, про которые вещал когда-то еще товарищ Димитров. Отсылаю, опять же, вас к моему ролику про Пригожина. Там все это разжевано довольно подробно. То есть мы имеем формирование финансового, сросшегося с властью капитала, мы имеем как факт усиление наиболее милитаристского, наиболее шовинистического, наиболее империалистического крыла отечественного правящего класса, и мы имеем ликвидацию даже тех половинчатых, лицемерных, буржуазных, демократических свобод, которые были до этого. В России по факту свернута свобода собраний, свобода деятельности независимых оппозиционных партий. Вводятся драконовские законы, цель которых подавление инакомыслия и гражданского общества. Идут систематические преследования активистов независимых профсоюзов. В 2022 году практически уничтожена свобода слова. Те ее остатки, которые существуют, имеются в наличии скорее из-за недоработок силового аппарата, а не из-за заслуг власти. По факту да, когда ты за слово «война» можешь отправиться на 10 лет в тюрьму, когда демократические права попраны во имя интересов финансового капитала, мы действительно имеем дело с фашизацией общества. И, конечно же, здесь нельзя не упомянуть выстраивающуюся идеологию правящего класса. Типа, нужно сплотиться, мы все один народ. В общем... И в данной ситуации воюющие на стороне России ультраправые воинские подразделения это скорее такие дополнительные штрихи к общей картине, а не ее центральные основные детали и образы. Конечно, фашизм часто опирался на активную деятельность народных масс. России пока до этого далеко, хотя отдельные поползновения власти по привлечению масс в политические процессы все же присутствуют. И это позволяет сказать, что Россия пока не фашистская, но фашизирующаяся государство. Впрочем, пункт об общественной мобилизации в определении Димитрова все-таки отсутствует. Любой ли человек, который поддерживает российскую власть в этой войне, является фашистом? Ну, конечно же, нет. Но если человек не просто критически поддерживает происходящее, как делают многие, в том числе и по незнанию, но целенаправленно оправдывает российский империализм, занимается разжиганием шовинистической истерии, выступает за сворачивание и без того немногочисленных и куцых буржуазно-демократических прав и свобод, то иначе как фашистам такого человека, ну, не назвать. Таков и наш сегодняшний герой. Нет, конечно, будут правы те, кто скажет, что и до 2022 года жестко охранительских закидонов у гоблина хватало. В перемешку, кстати, с годным контентом и перлами в духе «А я вот в армии служил», которые как бы автоматически должны были добавить ему веса среди целевой аудитории. Хотя в начале десятых годов у него же были и откровенно антиправительственные и антипутинские высказывания, где Пучков окрещивал кремлевских правителей власовцами, а в комментариях и вовсе сравнивал триколор со свастикой. Но годы брали свое, старость не радость, да и мента изгнать из человека порой довольно сложно. Уже миллион раз в интернете обмусолены его тейки, где он раз за разом радовался силовому подавлению протестов оппозиции и даже призывал силовиков действовать более жестко. Все мы помним его внезапное появление на прямой линии у Путина с предложением еще больше закручивать гайки касательно свободы слова в интернете. Но война раскрыла гоблина, как говорится... Да, Дим Юрич, конечно, до сей поры ругает Запад с капитализмом и лицемерной буржуазной демократией, продает футболки, марксизм, класс ВО и календари со Сталином. Но реальной классовой войны Пучков боится как огня. Да и сталинские высказывания ему бы явно не понравились. Вот, например, вот это. Чтобы прикрыть свою реакционно-черносотенную сущность, гитлеровцы ругают англо-американский внутренний режим плутократическим режимом. Но в Англии и США имеются элементарные демократические свободы, существуют профсоюзы рабочих и служащих, существуют рабочие партии, существует парламент. А в Германии при гитлеровском режиме уничтожены все эти институты. Стоит только сопоставить эти два ряда фактов, чтобы понять реакционную сущность гитлеровского режима и всю фальш-болтовни немецких фашистов об англо-американском плутократическом режиме. Иосиф Виссарионович Сталин. Ого! Значит, пресловутые буржуазно-демократические свободы хоть что-то дозначит, и даже товарищ Сталин это признавал. Как говорится, все совпадения с нынешним днем случайны. Ладно, нет, не случайно. Чем более фашизируется российский режим, тем все больше и большее количество репрессивных рычагов хочет ему передать Дим Юрич. Еще раз подчеркиваю, буржуазному, олигархическому, антинародному, фашизирующемуся режиму этот человек предлагает еще и еще больше расширять инструментарий для подавления общества. И Дим Юрич очень радуется, когда диктатура проявляется во всей красе. Причем, если дополнить его высказывания еще и тем, что пишется в его телеграм-канале, выйдет вообще мрак. Вот, например, Пучков заявляет, что тем, кто не закрыл границы, нужно дать 25 лет тюрьмы. Что ж вы, Дим Юрич, так безжалостно к Владимиру Владимировичу? Все-таки не надо кусать руку, которая вас подкармливает. Или как вам замечательное предложение гражданина Пучкова вернуть практику лишения гражданства? Неплохо ведь, да? То есть мы будем копировать все самые негативные явления из советской практики и совмещать их с худшими проявлениями олигархического периферийного капитализма. Вот будет хорошо. А вот Дим Юрич уже и выступает за изъятие квартир, уехавших за границу. Следующий шаг, это, может, у тебя недвижимость есть там, от пары советских бабушек осталась там квартира в Москве на Остоженке, сдавая которой ты живешь там как представитель, не знаю, сильно богатых людей на Западе. Ну вот и квартиру у тебя конфискуют. Все. Не ройте яму другим, сами в нее упадете. Ведь власть-то она такая, может и смениться. И кто знает, может быть, завтра у Дим Юрича уже будут изымать его питерские апартаменты. А вот и очередное заявление в духе «Работайте, братья!» 12 лет за поджог военкомата – нормальный ход. Да, пускай сажают за поджог военкомата, как за серию убийств. Я напомню, что когда группа Андреаса Бадера подожгла торговый центр в знак протеста против войны во Вьетнаме, а потом им дали несколько лет первоначально условно, что-то западно-германские левые поддерживали так называемых террористов и порицали ФРГшное правосудие. Нет, ну тут Гоблин должен был вообще сказать что-то типа «А я вот в армии служил, у нас вообще гантели в жопу засовывали». Кстати, о гантелях взад. Гоблин очень даже поддерживает такой подход. В конце сентября произошел в высшей степени вопиющий случай. За издевательский стих о Новороссии силовики не просто нагрянули на квартиру к поэту Артему Комардину, но и запихнули ему гриф от гантели в задний проход. Какова же на это реакция господина Гоблина? У него в Телеграме начинают появляться издевательские мемы, обыгрывающие ситуацию. Ну вот посмотрите, смешно же, да? Или вот, офигеть, классно, да? Всех либерах надо посадить на гантели. То есть вот это вот существо не просто не порицает ментовский беспредел, но еще и угорает над ним, типа, о, гантелю в жопу засунули. Ну а его слова про то, что надо посылать воевать молодежь, потому что она здоровая, глупая, и денег лишних платить за нее не надо, их уже слышали более-менее все. Дети, дети, должны идти в армию, служить в армии два года и участвовать в боевых действиях. Только так. И только такая армия нам и светит. Погиб. Хорошо, семья получит пособие. А вот если тебя посадят за дезертирство, никто ничего не получит. Вот. Вполне возможно, что Пучков, равно как и Соловьев, озвучивший примерно ту же мысль, выполняют для власти функцию прощупывания почвы. Готово ли общество еще и к таким чрезвычайным мерам властей? Или еще не готово? Или вот еще. Дим Юрич вывешивает пламенный комментарий. Хитрожопых контрактников, которые совсем недавно исправно несли службу, исправно получали зарплаты, пользовались льготами, но с началом СВО ловко разорвали контракты, вот сейчас их надо бы загнать обратно. Потому что не надо даже пытаться обманывать государство, особенно в трудную минуту. Да, нельзя буржуазно-олигархическое государство подставлять. Я вас сейчас, твари, научу Родину любить. Кстати, контрактников вполне себе можно понять, потому что даже законодательство России не предусматривает ведение агрессивной наступательной войны. И даже в Уголовном кодексе есть 353-я статья, которая, ну, в общем-то, вводит уголовную ответственность за развязывание агрессивной войны. Поэтому в связи с российским законодательством контрактники на такое просто не подписывались. Ну, как бы, разве Гоблину такое объяснишь? Нередко в устах Гоблина необходимость усиления репрессивных действий власти и вообще необходимость получения государством чрезвычайных функций оправдывается в духе «а вот советское время». Но в советское время власть была другой, и строй был другим, и обстоятельства тоже были другими. Плюс именно по репрессивной линии советские государства, не только, кстати, СССР, наломали неимоверное количество дров. Так что в этом отношении брать их за ролевую модель крайне сомнительно. Плюс, напомните-ка мне, кто писал в 2003 году, что в 86-м прятался в туалете от сборов на тушение Чернобыля. Или то было другое. Как бы то ни было, нельзя поощрять фашизирующуюся систему к получению расширенных репрессивных диктаторско-террористических полномочий. А тот, кто всячески поощряет это, как раз и является натуральным фашистом. Пускай и не идентифицирующим себя как фашиста. Впрочем, что говорить, если этот человек на полном серьезе, в качестве демократической альтернативы увядающему Западу, приводит Иран, Турцию, Саудовскую Аравию, Китай, которые поучаствовали в саммите Шанхайской организации сотрудничества. ШОС – это реальная альтернатива западным объединениям, которая формирует более демократичный, более справедливый и многополярный миропорядок на основах и принципах международного права. Не, ну если Иран, Китай, Саудовская Аравия, Беларусь, Россия – для Дима Юрьевича это такая демократическая альтернатива Западу, то у меня для него очень плохие новости. Впрочем, чудеса пропаганды у Гоблина на этом не заканчиваются. В последние годы он еще и сыпет респектами к частным военным компаниям, то есть к этим псам капитала и оружиям российского олигархического режима для экспансии в Азию, Африку, а теперь еще и на территорию Украины. Ну, ситуация в жизни меняется. Если вчера, условно, в Братский, Демократическую республику Афганистан вводили ограниченный контингент советских войск, как в известной шутке, ограниченный, но большой, временный, но надолго, там 100 тысяч человек, по-моему, было, то сейчас такого не надо. Этого избегают. И очень часто вообще не надо, чтобы это были официально вооруженные силы данного государства. Гораздо удобнее, когда это частная военная компания. Ну, например, как работать с какими-нибудь сомалийскими пиратами. То есть, одно дело загонять туда боевые корабли, а другое дело на какой-нибудь танкер посадить этого ЧВК, и пусть они разбираются. Масса, так сказать, этих вещей, которые решаются силами подобных подразделений. Ну, я тебе одно могу сказать. У меня там есть товарищи из самых верхних силовых структур родной страны, которые в определенный момент сообщили, что вот мы теперь въезжаем в Черногорию, например. И вот у нас там полигон, заезжай, если что, а что вы там делаете? А мы там ЧВКшников готовим. То есть, это такие на промышленные рельсы поставлено. Оно государству уже очень сильно надо. Они решают массу всяких специфических вопросов. А самое главное, это частная лавочка, а вовсе не государство российское. Там юридических вопросов сильно меньше получается. Поэтому, что значит, как отношусь? Блин, вот есть такое. Это как к армии я отношусь. Она нужна, и ЧВК нужны. Какие вопросы решают? Ну, вот какие наше капиталистическое отечество перед ними ставит? Такие, по всей видимости, и решают. Деньги зарабатывают. А вот и репост в телеграм-канале Гоблина, который через цитату самого Пригожина подчеркивает, что кремлевский повар, он правильный, хороший толстосум. А вот есть просто другие, неправильные, и в этом вся проблема. Вот такие вот нынче герои у Дим Юрича. Солдаты удачи, которые отжимают месторождения на Ближнем Востоке и в Африке на благо российских корпораций. А теперь по абсолютно неконституционной схеме вербуют себе зэков по зонам для войны на территории Украины. Иронично, что потом все тот же Пучков негодует касательно практики кувалдирования. Мил человек, так ЧВК как раз и создавались, чтобы творить незаконные вещи, а у государства типа были бы чистые ручки. Иронично, что свою поддержку империалистических стратегий России Пучков оправдывает тем, что ну вот такой вот мир, такой капитализм, куда деваться, другие тоже так делают. К подобным аргументам, которые проявляют в господине Гоблине натурального малолетнего дебила, мы еще вернемся. Пока же просто отметьте это для себя. Впрочем, еще одной чертой фашизма является шовинизм. И, казалось бы, советский человек-гоблин в принципе должен быть интернационалистом и беречь вот это вот чувство единства всех народов, его как-то лелеять. И, кстати говоря, раньше с этим у него все было вроде как нормально. Но вот наступил 2022 год, получен грант от администрации президента, и шовинизм полился просто рекой. Без боли в выпуске шоу Гоблина под названием «Вечерний излучатель» смотреть невозможно. Весь мир глупый, неполноценный, упадочный, кроме мудрых российских демократических партнеров. Кстати, точно такую же риторику использовали фашисты и нацисты, изображая своих противников на внешнеполитической арене. Ну и даже на уровне банального видеоряда «Интернационалист Пучков» выдает, конечно, 10 геббельсов из 10. Вот просто полюбуйтесь, петухи-поляки, геи-американцы, ну и так далее по списку. Особенно богато представлены поляки, и это, конечно, не считая американцев и англичан. СМЕС сообщает, что в штурме укронацистами Волчанска принимали участие наемники с Ближнего Востока, говорившие на арабском и турецком языках. Ох, как же похорошел интернационализм при Собянине. Впрочем, это не единичный случай. Систематически из выпуска в выпуск народы всех недружественных государств оказываются у Пучкова дефектными. Есть примечательные посты, в которых соединяются в мега-комбо национализм, расизм и гомофобия. Вот просто посмотрите на экран. В устах Пучкова все это доходит до того, что европейцы и американцы вот настолько ущербны, что имеют интимную близость с обезьянами. А вот обезьянья ОСПА, говорят, передается только от тесных контактов с обезьянами. Кто и где с обезьянами контактирует, это надо спрашивать у свободных европейцев и американцев. У них в прошлый раз то же самое отлично получилось с обезьянами и со СПИДом. По всей планете разволокли. Ну а нам надо быть осторожней в контактах как с европейцами, так и с обезьянами. Ну а посты и репосты в телеграмме Гоблина продолжают эту линию, порой дополняясь тюремным сленгом. За сто лет Германия прошла путь от сильнейшей военной державы до опущенного петушары, которого критикуют поляки и разоружают хохлы. Если вы от таких тейков уже офигели, то подождите, вы еще не видели, что наш персонаж публикует касательно украинцев. Казалось бы, выросший на территории Украины, знающий украинский язык пучков, должен иметь какое-никакое уважение к украинскому народу и его культуре. Но черт с два, то, что публикуется в его телеграм-канале, это просто превосходит по степени мерзотности и шовинизма многие махровые Z-паблики. Вот он вывешивает скрин поста сотрудника Нижегородского ЗАГС собрания Олега Андерсона, где украинцы представляются в виде зомби, в которых человеческое умерло. Примерно эту же линию продолжает мем про украупырей. А вот на канале Гоблина вывешивается тупейшее издевательство над украинским языком, совмещенное с детской щутеечкой ниже пояса. Дескать, посмотрите, какой этот украинский язык ущербный и смешной. А вот репост про то, что украинство – это, видите ли, сатанинская секта. Да-да, все это выходит в телеграм-канале нашего левого патриота. Вот расчеловечивающая карикатура на украинский народ. Или же вот еще искрометный юмор про трупы украинцев, для которых уже не осталось пакетов. Ну, понимаете, весело человеку. Как говорится, это по-нашему. Это по-интернационалистски. А вот репост, которым Гоблин, ну или его команда, дают понять, что считают украинских беженцев в Европе за свиней. Или же вот комментарий самого Гоблина или его администратора про то, что укротварей мочат в Крыму. Вот какая же красота. Я хочу подчеркнуть, что все эти материалы призваны возбудить агрессию не против правящего класса Украины, не против его власти. Про Зеленского у Гоблина и других высказываний не менее оскорбительных хватает. Все это направлено на расчеловечивание непосредственно народа Украины. Это самое, что ни на есть отбитая шовинистическая пропаганда. Подобного контента на канале Гоблина за последний год просто тьма. Это реальная пропаганда ненависти. Кое-где видятся, кстати, славные и ни разу не фашистские эротические фантазии самого Дим Юрича. Хочу утром проснуться, а Украины уже нет. Пугачевой дали 15 лет строгача с лишением наград. Квартиру Урганта в Москве отдали морпеху струне. Зеленский дал дуба, перепутав кокаин с метадоном. А русские в связке с китайцами погрузили в хаос и темноту Лондон и Нью-Йорк. Хоть бы все сбылось. Вот такие вот мечты у гражданина Пучкова. Светлые, гуманистические. Помимо прочего, если верить Пучкову, то весь мир ополчился на нас ни за что. И поэтому у нас остается один простой выбор. Либо они нас, либо мы их. А у нас теперь выход ровно один. Защищаться с оружием в руках. Иначе не будет ни страны под названием Россия, ни нас самих. Эти твари не пощадят никого. И естественно, этих тварей в представлении Пучкова жалеть не надо. А поэтому он очень радуется российским бомбардировкам и искрометно шутит по поводу ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины. Вследствие которых население Украины переживает сейчас страшнейшее время. Как раз в преддверии зимы украинцы оказались перед проблемой постоянных отключений тепла и воды. И оказались в том числе перед угрозой санитарного коллапса. И не нужно думать, что он этого не понимает. Он понимает и смакует это. Смакует на самом деле страшную ситуацию, в которой оказался целый многомиллионный народ. Надо помнить и понимать, что этой зимой Украину и Европу ждут серьезные проблемы. Перебои с энергоснабжением вынудят Киев открывать пункты для обогрева граждан. Вместе с этим придется принудительно отключать электричество в жилых домах, где погаснет свет, отключится отопление, перестанут работать холодильники и туалеты. А в вожделенную Европу ринется новый поток украинских беженцев. На этом фоне вас уже, наверное, не удивит, что дядя Дима призывает лупить ракетами по Львову и вообще представляет ракетные удары по инфраструктуре Украины как милосердие. Кстати, нацисты в Германии же тоже говорили, что отселяют евреев в концлагеря, в гетто из милосердия. Ну, потому что к ним будет просто меньше агрессии со стороны остального населения. Но это я так, к слову, о милосердии. Порой в экспертных комментариях гражданина Пучкова наблюдаются совсем офигительные истории. Ваша тупорылая элита решила, что она путем военного вторжения на территорию Российской Федерации навсегда решит западные проблемы. То есть украинское правительство изначально готовило украинский народ отправить на убой, чем, собственно, сейчас оно и занимается. Потому что надоели эти хохлы. Ну что это такое? Все лезут и лезут, и лезут и лезут на нас. Так вроде мы сами к ним пришли. Да, пришли. Это они хотели. А что вы мне вытевает? Это они хотели на нас быстренько, всех американцев, приехать к нам всячески и самолетами, и кораблями, и поставить там лаборатории, которые нам нужны, да? И кроме лабораторий там всякие базы, они нам нужны. Вот когда бы Украина напала на Россию, вот тогда бы мы и поговорили. А так это все выглядит крайне сомнительным. Хотя, в принципе, цель этого всего ясна. Гоблину нужно, ну вот, хоть как-то оправдать то, что сейчас происходит. Порой, кстати, Гоблин даже саморазоблачается. Ну вот просто посмотрите на эту цитату в духе чистосердечного Геббельса. Кратко для малограмотных. Интернет – это в первую очередь высокотехнологичное средство распространения слухов. Кто лучше придумывает слухи и кто лучше слухи распространяет, тот побеждает в так называемом информационном пространстве. Ключевые слова – слухи, распространение слухов. Не можете информационно окормлять свое население. Его будет окормлять враг и хохлы под руководством врага. Кто из занятых в СМИ и военной пропагандой этого не понимает, профнепригодный идиот. Знаете, дорогие подписчики Демьюрича Пучкова, что вы для него просто население, которое нужно окормлять и которому нужно впаривать слухи как можно более эффективно. Вот и все. Самое забавное, что в устах Гоблина в последнее время уже и термин «леваки» начал приобретать негативное значение. А уж тем более, то в каком контексте он его использует, что лишний раз подчеркивает сам процесс фашизации данного субъекта. Если раньше мировая общественность, особенно европейские «леваки» всегда выражали глубокую обеспокоенность в публичном пространстве и призывали Израиль решать все мирным путем, то теперь, ну по крайней мере устами Ли Страс выражают решительную поддержку действиям Израиля. Да что ты, черт побери, такое несешь? С каких пор лидерша британских консерваторов Ли Страс стала вдруг выразителем мнения каких-то леваков? Когда вообще леваки на Западе массово поддерживали Израиль в его действиях или молчали о них? Наоборот, как минимум в Европе левоориентированная общественность настроена тотально негативно к Израилю и находится на позициях критической поддержки по отношению к Палестине. Акции поддержки последней тут проходят регулярно и на левых и профсоюзных шествиях, сколько я на них не ходил, есть очень заметная колонна с палестинскими организациями. Но уж если гоблин решил выдумать себе каких-то леваков и их разоблачить, то что уж поделать. Таким образом, несмотря на весь свой камуфляж в виде просоветской и даже антифашистской риторики, гражданин Пучков дрейфовал, дрейфовал и додрейфовался до откровенного фашизма. Как минимум, исходя из определения Димитрова. Поддержка и даже призывы к наращиванию открытой террористической диктатуры правящего класса капиталистов над своим народом тоже в наличии. Поддержка империализма и милитаризма в наличии. Шовинистическая истерия тоже на месте. И да, он не кидает зигу, не носит руны ломаных крестов. Он разве что лысый, но я все же думаю, это не потому что гоблин скинхед. Да и то, что термин «фашизм» образован от итальянского слова «пучок», это, хочется верить, тоже лишь забавное совпадение. Однако, несмотря на почти полное отсутствие декоративных элементов и даже антифашистскую риторику, в основе своих взглядов и нынешних деяний гражданин Пучков по Димитрову настоящий русский фашист. Правда, если какой-нибудь Дугин относится к правому крылу отечественного фашизма, с оккультными практиками, эсхатологией, идеями технологической деградации, то Пучков скорее у левого фланга фашизма. Этакий «штрассерист». Если же исходить из новейших западных концепций фашизма, то Дим Юрьевич скорее парафашист. Ну или же просто радикальный правый. Это тот ироничный случай, когда клятая западная наука гоблина даже несколько оправдывает. Но в любом случае, даже термин «левый охранитель» в отношении его теперь абсолютно неуместен. Этатист, сторонник сохранения частной собственности на средства производства, защитник олигархического строя, шовинист, гомофоб, контрреволюционер, в принципе не может считаться хоть сколько-нибудь левым. Но фашист или парафашист или просто правак – это полбеды. Другая половина беды в том, что он… Иронично, что Дим Юрьевич годами двигал мем про «малолетних дебилов» как способ обозначения недалеких инфантилов, неважно какого возраста. Ну а самый цимис в том, что именно в такого персонажа он сам окончательно превратился после 24 февраля прошлого года. Он истинно по-детски лишен эмпатии. Именно поэтому может угорать над действительно страшными вещами типа обесточивания Украины или насилия над политическими заключенными. Но то, что мне в первую очередь бросалось в глаза, когда я смотрел и читал его материалы сплошняком – это инфантильность самой логики, исходя из которой он строит все свое повествование. Вы наверняка знаете, особенно те, у кого есть дети, что дети и подростки очень часто используют аргумент в духе «а че, ему можно, а мне нельзя?» и взрослые им объясняют, что это не оправдание, что нужно думать своей головой и отвечать за себя. Но Дмитрию Юрьевичу Пучкову, которому уже 61 годик от рождения, подобная истина, похоже, неведома, ну или она его категорически не устраивает. Противники вторжения говорят, что нельзя выводить войска на территории Украины, что нельзя подвергать бомбардировкам объекты, заведомо ставя под удар и военных, и мирных жителей. Что мы слышим из раза в раз в ответ от Дмитрию Юрьевича? А вот США в Ираке, а вот НАТО в Югославии, а вот американцы во Вьетнаме, а вот бельгийцы в Конго, а вот французы в Алжире, ну и далее-далее по списку. Ну, конечно, тут как такое можно сравнивать с массовыми бессудными убийствами в Ираке и в Афганистане? Ну и плюс, понятно, тюрьма Гуантанамо, где невинных граждан годами содержат в клетках без суда и следствия. Это другое. Порой реально доходит до смешного. Вот, например, Жозеп Боррель заявил, что Россия фашизируется. И что ему отвечает Гоблин на это, типа, а вот у вас Франко был. Гражданин Боррель лучше бы рассказал всему миру, как в его Испании во время гражданской войны между республиканцами и фашистами при активной поддержке немецких нацистов в 1936-м победили фашисты. Как власть тогда захватил фашистский диктатор Франко. Как этот самый фашист Франко отправлял испанских фашистов воевать против Советского Союза. И как фашист Франко правил Испанией аж до 1975-го года в Европе. Фашист до 1975-го. Не стесняйся, Боррель, расскажи. Всем будет интересно послушать про вашу славную историю и задуматься о вашем настоящем. Во-первых, Франко все же победил не в 1936-м, а в 1939-м. Ну, это как бы мелочь. А во-вторых, это что, вот реально аргумент? Да, нельзя не порицать все обозначенные и многие другие примеры империалистических и фашистских действий Запада. Но как это, черт побери, оправдывает действия российского руководства? Да подскажу вам, никак. Максимум, это лишь демонстрирует лицемерие мировых политиков и российских представителей либерального истеблишмента, которым наплевать на агрессивные действия США или Израиля. Но в целом это не является весомым аргументом за войну. Любая империалистическая агрессия достойна и порицания, и противодействия. При просмотре роликов Пучкова мне очень часто хочется ему задать вопрос, ну вот просто как ребенку. Типа, а вот если Америка с 10 этажа прыгнет, ты тоже прыгнешь? Другим часто повторяющимся аргументом и крайне инфантильным аргументом является вот это вот, типа, ну у нас же капитализм, значит нужно действовать по-капиталистически. И вот с помощью этого аргумента оправдывается и создание ЧВК, и внутренняя политика российского государства, и вторжение на территорию Украины. Я бы предложил господину Пучкову пойти еще дальше по этой логике. Ведь если у нас капитализм и нужно действовать сугубо по его канонам, то работникам в мире не надо было организовывать профсоюзы и добиваться улучшения условий труда. Ну, не нужно было бороться с колониализмом, это ж нормальное такое порождение капитализма, капиталистических отношений. Американской и европейской молодежи не нужно было бороться против войны во Вьетнаме. Ну, на дворе ж капитализм, государство просто действует как капиталистическое. Кстати, а в 2005 году народу в России не надо было протестовать против монетизации льгот. Ишь, что придумали? То, что на дворе капитализм, это вообще не аргумент в пользу того, что мы этот капитализм должны поощрять и не бороться с его негативными эффектами. А самое главное, для чего он все это несет? Вот тут я не могу не согласиться с Клим Санычем, что Гоблин таким образом хочет просто обеспечить свое положение, свой уют, свою собственную стабильность. Поощрять убийства граждан своей и чужой страны, разжигать шовинистическую истерию, поддерживать неэффективный, фашизирующийся режим, просто чтобы не было какого-то гипотетического хаоса. Это так помещански, это так ограничено, особенно в условиях, когда все и так несется в ад. И да, в этом определенно есть что-то от малолетнего дебила. Пускай умирают молодые, пускай все останется как есть, а пожилой гражданин Пучков будет поддерживать это смертоубийство и продолжать делать свой бизнес. Власть, в свою очередь, старается платить Дим Юричу не только деньгами, но и публичной благодарностью. Вот то Дмитрий Медведев за него заступится, а тут и Путин вынес Пучкову официальную благодарность за вклад в работу военно-исторического общества вместе с Подолякой и Ануфриенко. Хозяин хвалит, все хорошо. Главное, чтобы хозяин не сдох в ближайшее время, тогда планы на беззаботную старость могут быть нарушены. Инфантильный дедок с логикой мальчишки раннего подросткового возраста, угорающий с ракетных ударов по объектам энергоинфраструктуры и засовывания гантелей в задний проход, а теперь еще и окончательно превратившийся в отбитого провока, вот какой он герой левопатриотического интернета. Почему же окружение Гоблина не отречется от данного кадра? Ну, причины тут могут быть разными. Кто-то, так же как он, является красно-коричневым мещанином-инфантилом. Кто-то, ну, просто его друган. Ну или, по крайней мере, беспокоится за свое такое медийное положение. Ну, посмотрите, что стало с Борисом Юлиным, например. Вот отлучили его от Гоблинского двора и все, ну, ведет небольшой канал. Но прежнего хайпа уже нет. А ведь там не было какого-то лютого мощного скандала. Аудитория слишком многих блогеров была сформирована благодаря Гоблину. И ввязываться с ним в публичный скандал, ну, это равносильно медийному и, как следствие, финансовому суициду. Вот поэтому сидят люди, терпят Гоблина и стараются делать вид, что он не выдает откровенно фашистских и, в принципе, антигуманных вещей. Но пока многие молчат, дьявол-то торжествует. И камуфлированная ультраправая идея в красноватой обертке расползается по интернетам, овладевает умами, по крайней мере, части аудитории. Гоблин и ему подобные продляют агонию режима, агонию системы, а до кучи еще и подстегивают рост количества жертв. В этом плане роль пропаганды не нужно недооценивать. Поэтому я считаю, что в светлой социалистической России будущего таких персонажей, как Дим Юрьевич Пучков, нужно судить. Так же, как судили фашистских пропагандистов в Нюрнберге. Так же, как сейчас в ГАГе судят руководителя радио Тысячи Холмов, который подстегивал геноцид в Руанде. И да, именно такие люди являются настоящими предателями народа и врагами России. Ну а всем марксистам, которые побаиваются хаоса и революционных потрясений, я хотел бы напомнить, что не разбив яиц, омлет не приготовишь. Так что думайте, на чьей вы стороне. Ну а закончить мне хотелось бы цитатой покойного Жареса Алферова, которую выложил сам Дмитрий Юрьевич Пучков. Академик сказал эти слова после начавшейся Евромайданной истории. Но черт побери, какими же новыми красками они заиграли в последний год. С вами же был канал Вестник Буря. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, пишите комментарии, распространяйте видео, не будьте фашистами, неважно под какой маской. Ну и напоследок небольшой музыкальный номер. Я же с вами прощаюсь, до новых встреч. Алло, Макрон. Слушай, тут как бы пару вопросиков надо обсудить. Вот вам Париж, окно, прыгайте в него. Алло, Макрон. Не живешь, а то, как поздно, а то. Алло, Макрон. Десять три район, не сходу, шабо. Алло, Макрон. Хмурый суд ворон, но стальной бордон. Твой Париж, это шик построек, но постой, кислясь не Раймоном. Ты ж не шестнадцатый Людовик, не теряй голову. Я твой Петр, окно в Европу, твой Харон. Гоу на ту сторону. Гарсон не фунфарой, тут на районе с наркосфорами. Я палец клашар, ты чудит, вот пьерри шар. Мои дворы словно ажан, героин и крышыша. Сандыни, море грабежа, готический храм или хиджа. Парам от мочи на дворе вдыхать, я единственный белый на квадрате.